Тема урока «Зимние месяцы». Давайте вспомним, как называются зимние месяцы, в каком порядке они следуют друг за другом. Мы с тобой попали уже во вторую зимнюю часть года сада. Здесь тоже три гряды месяца – декабрь, январь, февраль. В разных краях России зима хозяйствует по-своему и длится по-разному. Её причуды народ отражает в названиях зимних месяцев. Прочитай старинные названия зимних месяцев, постарайся объяснить, что они значат. Декабрь – студень, студный, стужайло, холодень, лютовей, лютень, ледостой, ледостав, годопроводец. Январь – просинец, лютовей, сечень, перелом зимы, перезимье. Февраль – снежень, бокогрей, кривые дороги, снегосей, крутень, межень. Рассмотри картины художников. Как ты думаешь, какие зимние месяцы изобразили художники? Сочини рассказ по картинам. Используй старинные названия зимних месяцев. Саврасов Алексей Кондратьевич родился в Москве, в семье небогатого торговца. Художник умел удивительно поэтично передавать красоту самых обычных городских и сельских пейзажей. Он любил в природе простоту, скромность и задушевность. Особенно трогательно живописец изображал зябкую раннюю весну, когда всё вокруг ещё робко ожидает тепла и обновления жизни. Такова его знаменитая картина «Грачи прилетели». В ней грусть и надежда, словно растворены в свежем весеннем воздухе. Шишкин Иван Иванович – великий мастер пейзажа. Если Айвазовского можно назвать повелителем морских волн, то Шишкина величали царём леса. Сын небогатого купца, он стал художником, который соединил в своём мастерстве знания природы и любовь к ней. Его картины – это символы России. Широкое раздолье, золотая рожь, чистые реки, дремучие леса, щедрое плодородное лето. Шишкин ценил полноту жизни, с радостью работал над своими холстами и скончался, когда писал новую картину. Зима в трёх месяцах владыка. Три зимних братца месяца очень разные по нраву и облику. Декабрь – пора хмурого неба, ранних вечеров, тёмных долгих ночей. А вот в январе солнце сияет ярче на синем ясном небе. Оттого и зовут январь – просинец. Стоит он между декабрём и февралём, да сечёт зиму пополам. Зато называют его Сечень. У февраля два друга – Метельда вьюга, потому не зря зовут его Крутень. Февраль стоит на рубеже, перед первым весенним месяцем мартом, между зимой и весной. Вот поэтому одно из народных названий февраля – Межень. Ведь старинное русское слово «межа» значит «рубеж», «граница». По деревьям серебристая перекинулась фата, белоснежная, пушистая, кружевная красота. Из себя берёзка грустная не могла узнать сама. Так украсила искусная ветки деревца зима. В народе о зиме говорят так. У зимы из-за льда корона, из иния перстенёк, снегом низан поясок. Проверим себя. Назови зимние месяцы по порядку. Какие старинные названия зимних месяцев тебе запомнились? О каких явлениях природы говорится в народном пресловье о зиме? Сделаем вывод. Зимние месяцы – это декабрь, январь и февраль. Народные названия зимних месяцев отмечают особенные черты в природе зимой. Поэты и художники воспевают красоту зимы в своих произведениях.